Любим пиевы по Мунгаву, Болгангы, Амогокультуры, Тууна Кашетяевы, Дэн Кёре, Хакай Егентерами, Хергей Дэвид Килеев, Капитакош-Юрами. Позвольте вас поздравить сегодня День национальной области КСА и приветствовать вас всем здесь, в стенах старейшего научного учреждения Роспожди с Атроекуста. Я в свое приветствие узнаю, хотя бы начать, процитировать слова русского писателя, который, как и сказал, язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. И изучение и сохранение языка является неправным делом, а это неоткоденность. Язык – это путь цивилизации и культуры. Про их культуру еще узнают завтра, но сегодня у нас в Якунте очень большой национальный праздник СЖ. Мы очень рады, что благодаря вам в нас в республике проводятся Дни Донганского языка и культуры. В 2014 году или 2015 году Институт гуроритальных исследований и проблем Малатистинных Москвы Севера привел инфляцию именно по долганской культуре. Мое выступление будет посвящено деятельности Катанганабарской этнографической экспедиции 1928-1929 года, в котором принимали участие и руководила этой экспедиции известные якутские коллеги, для тех, кто неравнодушно относится к истории, культуре, языку долганского этноса. Мне бы немножко хотелось осветить научно-образовательную деятельность кафедры северной фиологии Северо-Восточного федерального университета при Институте языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации. На кафедре северной фиологии работает по двух направлениям. Это первое направление филологии, где мы обучаем студентам по направлению филологии языки коллеги, ноосчастливых народов Северо по эллицкому, эллицкому, гагирскому, чуковскому и долганским языкам. Я об имени ректора Старбасина Игнатьева, в имени профессорского филологического состава Арктического государства на Министерстве культуры Северо-Восточных. Я еще и сердечно приветствую вас, участников этого великолепного, необходимого мероприятия. Я потомок долган, рода Барах, прапраправлен, Василий Петрович, Стридонова, Алтана, исчезнувший, Дедов, Влада, в 1930 году, Константин Иосифовский, ученик родительского класса Эшей Арктического, глава долганской общины. Меня волнует такая проблема, заставившая прийти на этот круг из столб. Если венки и венки изучают родной язык и копируют через интернет, то долганин не учат свой язык. Мне бы хотелось, чтобы в следующем учебном году, чтобы вы учители долганского языка и литературы. И желательно носить тяжелое долганского языка, например, преподаватели Сеймера. Здравствуйте, уважаемые мероприятия. Прежде всего я хотела бы вас поздравить с вашим национальным праздником. Спасибо вам всем за ваш гостеприимный дом, за ваше гостеприимство и теплое разрушение. Ну, задолго до 2007 года общественным движением долган было инициировано уже сейчас ежегодное проведение этнического стойбища с выезда за пределы города. Это набор скачетки долганским орнаментом, чтобы он светал, прошел. Продолжение следует... Ну, даймырский колледж — это единственное профессиональное название учреждения на Таймыре. Где-то в наших кадрах, то есть это наш молодой профессиональный даймыр. Обучаются студенты в трех направлениях. Это документальное отделение, техническое отделение, подготовка по регистрирующим рабочим и служащим. На Таймыре наибольшая часть долган, около трех тысяч человек проживает в сельском поселении Хатинга. Долганский язык относится к якутской подгруппе, уйгура-агутской группы тюркских языков, алтайской языковой семьи. Уважаемые земляки, добрый день! Для Таймыра сегодня огромная честь находиться в городе Якутске и принимать участие в мероприятиях, посвященных дням долганского языка и культуры. В своем докладе я хочу рассказать о системе культурно-образовательных мероприятий, которые у нас и рисуются на Таймыре. Давайте вот так вот объединять усилия, чтобы постараться сохранить этнические культуры, таковые, как и они есть. А у меня ощущение такое, что у нас сегодня в России командует только даже не рубль. В Арктику сейчас очень активно, агрессивно даже продвигаются в промышленные предприятия. Речь идет не только о добывающих каких-то компаниях, которые она озвучила, в том числе и о том, что сейчас большие перспективы связываются и, в принципе, уже начинаются своими арктическими шлями. На протяжении ряда лет, используя ранее материалы, но и создана программа элективного курса «Далганская культура», которая включена в преподавание с 5 по 8 класс на русское лень частной длины за счет часов в год. В первой арктической школе был введен какой-то тип один час в неделю с нагрузкой со 2-го до 5-й класса. Сейчас второй, ну, третий год изучения языка. В декабре прошлого года я поступал на артистском форуме в Санкт-Петербурге, презентовал проект, и его уделал очень большой резонанс, и было рекомендовано делать проект как федеральные сетевые сутки оскорбневодской в городе севера, в чуберпространстве. Да? И поэтому, сначала я хотел припедерогик показать, и потом вести передвижение на решение конференции, потому что мы нанимаем сохранением конференции в Санкт-Петербурге уже давно, и мы, когда мы будем в первую дорогу, мы сходимся полностью от Петербурга. Потом начинаем с нашими движениями. Предложение по пункту «По последнем пункте» где есть создать уделенную самостоятельность по факту о проведении наше семинарной реакции и на проекте такая же пьянка, такая же фокусная, да? Вот, в нашем портале можно было бы все-таки представлять, но без плака все-таки можно расхищать. Хотим поблагодарить неустроева Михаила Павловича. Михаила Павловича у вас огромная получительная работа, с которой мы хотели бы поделиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.